Привет, друзья! Это Макс и English Show. Сегодня мы с вами разберем несколько очень популярных ошибок, которые делают очень многие. Какие-то из них кажутся вообще простыми, но мы с вами продолжаем их допускать, окей? Сначала я вам буду читать неправильное предложение, а вы попробуйте в эти пару секунд проверить себя мысленно, все ли нормально с этим предложением или нет, и потом я расскажу вам правильный вариант, окей? Поехали! Предложение первое. После married с кем-то, на ком-то мы ставим preposition to, окей? Not with, to. Несколько примеров. She is married to John. Она замужем за Джоном. She is married to John. My brother is married to his job. Мой брат женат на своей работе. И вот в этом коротком видео мы слышим другой example. You are not married to me. You are married to your friends in the bar. You're not married to me. You're married to your friends in the bar. Ты не женат на мне. Ты женат на своих друзьях. Из бара. Окей, guys. Married to. Not married with. Married to. Number two. She was boring in the class. She was bored in the class. She was bored. When we say boring, когда мы используем boring, мы говорим о причине. Мы говорим, что что-то может быть boring, guys. For example, book can be boring. A movie can be boring. Or even a person can be boring. Но если ты говоришь о своих чувствах, как ты себя чувствуешь? I am bored. I am excited. I am amazed. Окей? I am bored because the movie is boring. Я это чувствую, потому что причина – это boring movie. Boring показывает мне причину. Bored говорит о моих чувствах. She was alone all day and bored to death. Bored to death – очень крутое выражение, guys, для вас. Bored to death – как бы умирать от скуки. Вот. Bored to death. Она весь день была, сидела дома, и ей было смертельно скучно. Окей? She was bored to death. Very cool expression. One more example из фильма «Одиннадцать друзей Оушена». God, I'm bored. You look bored. I am bored, говорит Брэд Питт. God, I'm bored. You look bored. I am bored. Мне скучно. Ты выглядишь скучающим? Да, мне по-настоящему скучно. I am bored. Не I am boring, she is boring, he is boring. Окей? Guys. Окей, guys. Если вы не хотите feel bored, то запишитесь на первое бесплатное занятие. Сейчас у многих людей высвободилось много времени, поэтому не скучайте. Ссылка в описании на первое бесплатное занятие в нашей школе English Show School. Окей? Don't feel bored. Just go and stop learning English. Next one. I must to call him immediately. Снова. Sounds very obvious. Очень очевидно звучит, но многие продолжают ставить после. Should, could, can, will и must to. Don't do that. Мы не ставим после этих слов вообще никакого to. I must go, I must do, I should go, I will go, I could go, I can go. Several examples. Группа Queen. Show must go on. Show должно продолжаться. Show must go on. После must здесь никакого to не стоит. I must finish my homework by tomorrow. Не нужно закончить домашнюю работу свою к завтрашнему дню. I must finish. Not must to finish, must finish. Бритни Спирс поет. I must confess, I still believe. I must confess, I still believe. То есть, я должна признаться, что я до сих пор верю. Вообще слово confess означает дословно исповедоваться. То есть, в общем, открывать кому-то что-то, что ты, в общем, очень глубоко у тебя там сидит. Гришки свои, в общем. Confess. Исповедь confession. Окей? I must confess, говорит она. Никакого must to. Окей? Let's move on. I look forward to meet you. Здесь вроде бы все правильно. I look forward to meet you. На самом-то деле нет. I look forward to meeting you. Почему? Ведь после to мы обычно ставим какой-то, то есть, инфинитив, голый глагол. То есть, I want to go, I want to do, I need to go. Почему же здесь после to идет ing, что обычно не происходит в английском языке? Ну, просто вот так. То есть, когда вы говорите I look forward to do something, вы из чего-то ждете с нетерпением, ставьте инфинитивый глагол. Окей, I look forward to doing something. Я жду чего-то с нетерпением. Следующий пример это как писать официальные письма. Если вы пишете кому-то по e-mail официальное письмо на английском, закончите его так. Look forward to hearing from you. Look forward to hearing from you. Жду вашего ответа с нетерпением. Эта фраза используется в конце официальных писем. Кому-то отправляйте на английском языке. После look forward to мы ставим ing verb. Окей? Следующая ошибка мега популярная. Прочитаю вам неправильную версию. Can you tell me what is the time? Or do you know what is the time? Или can you tell me when does the train arrive? Or do you know what when does the train arrive? Вроде бы опять все круто, но нет. Guys, когда вы используете выражение can you tell me или do you know, они берут на себя всю вопросительную нагрузку, и после них не нужно строить остаток предложения, как будто это вопрос. Мы строим его повествовательно. Никаких do, does, did. Стройте его, как будто это утверждение. После do you know и can you tell me. Several examples. Can you tell me what the time is? Не what is the time. Can you tell me what the time is? Часть what the time is повествовательная, потому что can you tell me взял на себя вопросительную часть. Do you know when the train arrives? Вы знаете, когда приезжает поезд? Не do you know when does the train arrive? А do you know when the train arrives? Часть when the train arrives повествовательная. Do you know how I can get there? Вы не знаете, как мне туда попасть? Do you know взял на себя вопросительную нагрузку, поэтому how I can get there, а не how can I get there, окей? Don't forget about it. Следующая, тоже супер, мега, ультрапопулярная ошибка. Послушайте сначала неправильную версию. Все кажется нормально, когда я приеду, я тебе позвоню. На самом-то деле нет. Guys, в английском языке мы не ставим в условном предложении if или when, если что-то, что-то, тогда что-то, что-то. В таких предложениях мы не ставим в двух частях предложения и в части, и в части результата два раза will. Почему такая ошибка вообще возникает? Потому что в русском языке мы это делаем. Когда я приеду, глагол в будущем времени, я тебе позвоню, и снова глагол в будущем времени. Поэтому, когда русскоязычные студенты начинают изучать условные предложения, они делают постоянно эти два раза will. Не ставьте to will в обоих частях. Will ставится только в части результата. То есть, проще вам будет запомнить вот что. Не ставьте will в части if или when. Где у вас when или if в этой части предложения до запятой? Просто не ставьте там will, и все. Несколько примеров. I will call you when I am there. Я тебе позвоню, когда я там буду. When I am there, а не when I will be there. I will call you when I'm there. If you don't come, I will not come either. Если ты не придешь, я тоже не приду. If you don't come, никакого will. If you don't come, I will not come. If you ask him, he will tell you. Никакого will в первой части. If you ask him, he will tell you. Если ты его спросишь, он тебе скажет. Another example from this video. If you tell me about Karachi, I will tell you about Afghanistan. I'll tell you about Karachi, if you told me about Afghanistan. If you tell me, I will tell you. If you tell me, никакого will, I will tell you. Во второй части можно. Next one. The police is coming. Все в порядке. The police is coming. В английском языке police, как будто бы множественное. The police are coming. I don't know why. То же самое, что и с новостями. Новости вроде множественные, хотя на самом деле нет. This is good news. This is good news. А не these are good news. А с полицией наоборот. Police are coming. То есть к ней применяется грамматика, как будто полиция множественная. Несколько примеров. Police are investigating a break-in. Полиция расследует взлом. Investigate – это что-либо расследовать. В следующем видео видим такую фразу. Small town police don't do their homework. Small town police don't do their homework. Small town police don't, а не doesn't. Don't, потому что мы воспринимаем полицию как множественную. Okay? They don't do their homework. They are doing something. Or have. То есть все вспомогательные глаголы, которые мы будем использовать с полицией, мы будем держать в голове, что полиция – это множественное. The police are coming. Don't forget about it. And the next one. Please explain me how to improve my English. Пожалуйста, объясни мне, как мне улучшить свой английский. No, explain me. Explain to me. So, после глагола объяснять мы говорим, мы используем preposition to. Explain to me. Explain to him. Explain to us. Explain to her. Explain to them. Несколько примеров. It was difficult to explain the concept to the beginners. Это было трудно объяснить эту идею, эту концепцию новичкам. It was difficult to explain to them. To the beginners. Друзья, на сегодня все. Это был Макс. Не забудьте про первый бесплатный урок в школе English Show School. Если вы допускаете постоянно какие-то ошибки, напишите в комментарии нам, что это за ошибки. И мы их упомянем в наших следующих видео и обсудим, как их исправить вообще. И какая там грамматика работает. И почему так они этак. Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на канал. И увидимся скоро. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok